Всем привет, друзья! Я думаю, что вы уже догадались по названию видео, что сегодня я буду хвалить Украину. Хвалить, хвалить и только хвалить. Вы знаете, я живу здесь уже больше трех лет и за это время я еще ни разу не пожалел о своем переезде сюда. Прям чувствую, чувствую, что где-то начинает подгорать ватка. В общем, сегодня я хочу вам рассказать о том, за что я полюбил Украину. Я не буду высокопарно подлизываться и говорить о том, что таких закатов, как в Украине, я больше не видел нигде. Что здесь самая зеленая трава в мире. Нет, конечно, такого не будет. Но, тем не менее, вещи, о которых я буду говорить, они довольно очевидные. Но, подчеркиваю, они основаны на моем личном опыте. Я вообще считаю, что нужно всегда говорить с позиции своего личного опыта, а не вычитывать что-то где-то в интернете и потом просто пересказывать. Перед просмотром этого видео рекомендую вам подписаться на этот канал. Особенно тем, кто любит виртуально путешествовать по стране. На канале уже есть обзоры 37 украинских городов, поэтому вам будет чем заняться. Заставка к видео идет 7 секунд. За это время можно подписаться и нажать колокольчик, для того, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Первая причина, по которой я полюбил Украину, совершенно очевидна. Я полюбил украинку. Собственно говоря, один тот факт, что моя жена украинка уже говорит о многом. Ради нее я переехал сюда, и я думаю, что любой подтвердит, что украинки это самые красивые женщины в мире. Я, конечно, понимаю, что это вопрос вкуса, но различные опросы и рейтинги только подтверждают это мнение. Вторая причина, по которой я полюбил Украину, тоже довольно очевидна. Погодные условия. Здесь очень приятный климат, зимы довольно ненапряжные, теплые весна и осень, и, как правило, жаркое лето. Умеренно континентальный климат, это, наверное, вообще самый комфортный вариант для жизни, потому что нет больших перепадов температур с одной стороны, ну а с другой здесь есть зима. Не знаю для кого как, но лично для меня Новый год без снега это не Новый год. В то же самое время здесь нет таких крайностей, вроде сибирской зимы с ее зашкалами под минус 40 градусов. Для тех, кто впервые на этом канале, сообщу, что я переехал в Украину именно из Сибири, а конкретно из Томска это Западная Сибирь. Третья причина, это национальная кухня. Украинская кухня это очень вкусно. Некоторые зрители пишут в комментариях о том, что я, дескать, отъелся на украинских харчах, хотя правильнее, наверное, в этом случае говорить не о том, что я отъелся, а о том, что я приехал дрищом. Как бы то ни было, украинская кухня влюбляет в себя всех, кто хоть раз ее попробует. Например, моя мама, которая уже несколько раз приезжала к нам в гости, каждый раз увозит с собой какой-нибудь рецептик. Вот в прошлый раз это было пишто, а в этом году богрыч, который она впервые попробовала в Закарпатье. Так что теперь украинская кухня распространяется в Сибири. Кстати, этим летом на канале вышло несколько роликов о закарпатских городах. Мукачево, Виноградов, Хуст. Это очень интересно, советую посмотреть. В продолжение темы еды стоит сказать, что в Украине очень много харизматичных заведений, которые при этом очень дешевые. В Киеве, конечно, за последние несколько лет цены заметно выросли, но что касается других городов, то здесь вполне себе можно устроить праздник живота за недорого. Особенно это касается, опять же, закарпатских городов. Мне вообще кажется, что по западной Украине можно устраивать целые гастротуры. Приезжать, например, в условный Тернополь и от него двигаться на запад. Вы офигеете. Кстати говоря, неплохая бизнес-идея. Можно взять на заметку. Пятый пункт – это знаменитая плодородность украинских земель. Здесь растет, цветет и колосится буквально все, что только возможно. Хотя нет, не все. С кедровыми орехами и некоторыми видами рыб, типа омуля или пеледи, здесь все-таки напряженка. Точнее, их вообще здесь нет. Но что касается ягод, овощей и фруктов, то полный набор, иногда даже по два урожая в год. Ну а если вы хотите собрать другой урожай, то у проекта Второй Паспорт для вас есть предложение по заработку на эмиграции. Компания Второй Паспорт занимается эмиграционными услугами, помогает получить визы, ВНЖ, готовит кейсы для политического убежища и многое другое. Компания сотрудничает с семью десятью странами. Для вас в описании под этим роликом будут две ссылочки. Первая – на сайт. Она будет полезна тем, кто хочет поменять место жительства. А вторая – это номер телефона в WhatsApp. Если вам интересно зарабатывать на адаптации в стране, то пишите туда, вам вышлют бизнес-предложение. Минутка полезной информации закончена. Двигаемся дальше. Шестая причина – это природа. В Украине есть буквально все. Вы можете купаться в Черном море, кататься на лыжах или сноуборде в Карпатах, оздоравливаться в Миргороде или Трусковце и так далее. Огромный диапазон всего и вся. Моря, горы, пустыня даже, кстати говоря. То есть реально в Украине есть все. И в этом плане страна, конечно, очень разнообразна и интересна. Седьмая причина – это путешествия. При том, что Украина – самая большая страна Европы, путешествия по ней не требуют каких-то прям космических временных или финансовых затрат. Ночь в поезде, и ты уже в другом конце страны, а там другая природа, другая культура, другое все. Конечно, сейчас кто-то может написать в комментариях, что ну ведь то же самое и в России, по сути, да? Но, друзья, расстояние и цены все-таки отличаются. Поэтому возможность путешествовать по стране быстро и бюджетно – это огромный плюс. Восьмая причина – это богатая история страны. Честно говоря, к истории как науки я отношусь крайне негативно. Во-первых, мне это просто неинтересно. Мне скучно копаться в датах и биографиях каких-то людей. А во-вторых, историю, как правило, переписывают раз в 10-20 лет в угоду политической верхушки. Поэтому это самая лживая наука. Конечно, вы можете со мной не согласиться, но я как бы и не настаиваю. Тем более, что в данном случае речь идет об истории не как о науке. Под историей я понимаю достопримечательности. В Украине огромное количество интересных городов и мест. Вот приезжаешь во Львов и прям проникаешься историей. Средневековых замков и крепостей в Украине также очень много. К сожалению, не все они находятся в хорошем состоянии. Некоторые, прямо скажем, заброшены, как, например, Тарканский форт, либо Клеванский замок. Но, тем не менее, туристический интерес они представляют серьезный. И вот эта возможность прикоснуться к истории, это, конечно, очень круто. Девятая причина – это люди. Я уже не раз говорил о том, что в Украине живут приятные, миролюбивые люди, даже несмотря на то, что некоторые упоротые персонажи в интернете всячески пытаются испортить впечатление об украинцах. То, что украинцы в общей массе добрые, вежливые и отзывчивые люди, говорят, ну, буквально все, кто хоть раз сюда приезжал. Я видел много роликов на Ютубе, где различные блогеры говорили свои первые впечатления о поездке в Украину. И вот эмоции, как правило, зашкаливают. Ну, собственно, неудивительно, ведь правдивой информации о жизни в Украине довольно-таки мало. Не каждый смотрит канал «Русский в Украине» и знает то, как есть на самом деле. Поэтому часто случаются приятные удивления. И вот наряду с природой, ценами и кухней очень многие отмечают именно людей. Наконец, десятая причина, почему я люблю Украину – это мой канал. Когда я переезжал в Украину три года назад, у меня, ну, можно сказать так, спонтанно созрела идея его создания. Но то, что он будет именно таким, каким вы его видите сейчас, я даже себе не мог представить. То, что у меня будет аудитория 60 тысяч человек, то, что я объезжу почти всю Украину, то, что у меня будут новые знакомства в самых различных уголках страны, и канал реально поможет некоторым людям – это все действительно удивительная для меня история. Станьте и вы частью этой истории, подписавшись на канал и нажав на колокольчик под этим роликом, чтобы ничего не пропустить. Лайки и комментарии там же. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и оставайтесь на связи. Пока!